Это порой пребывает, ну скажем так, не совсем прозрачный транспонент. А при обилии средств, конечно, может вызывать большой интерес с точки зрения государства. Вот этим законопроектом, внесенным, как раз и хочется урегулировать взаимоотношения между бизнесом и государством с точки зрения более прозрачной системы, налогообложения. Ну и самое главное, как мне кажется, это защита прав, защита авторских прав артистов. И введение единой системы учета концертных билетов, собственно, позволит это сделать. Какой может быть эффект от всего этого? Ну, помимо налогов, помимо защиты авторских прав, как мне кажется, один из самых важных моментов, но в связи с тем, что все-таки эта отрасль достаточно популярна, это и может служить такой своеобразным стимулом по инвестиционной привлекательности этой этой деятельности. Опыт России в этом смысле достаточно хороший с точки зрения кинопроизводства. Когда введен единый электронный билет, соответственно, защита производителей, она обеспечена. И если посмотреть на рост качества современной кинопродукции, то, в общем-то, подтверждается временно. Поэтому в данном случае, наверное, не только будут заинтересованы участники сегодняшнего процесса, но и инвестиционные банкиры, которые также, наверное, замотивируют в том, чтобы инвестировать в абсолютно прозрачную деятельность. Ну, собственно, коротко, это, наверное, вот так вот. И, наверное, мои коллеги что-то добавят. Да, большое спасибо. Я передаю слово Владимиру Владимировичу Борко. Скажите, пожалуйста, напомнили вы законопроектом и ваше отношение к кино? Поскольку я являюсь одним из актов... Владимир Владимирович, самая правая клавиша включена. Поскольку я являюсь одним из актов подобных законопроектов в области кино, то мне понятно, от чего и от чего он появился. Когда мы это делали в кино, нам предрекали полный провал о том, что не будет работать этот закон никогда, суды будут заварены делами, ничего нельзя будет делать. Тем не менее, оказалось не так. Закон работает, закон работает хорошо. Я не вижу, честно говоря, никаких причин для того, чтобы не распространить защиту авторских прав не только медленно, но и на моих, собственно говоря, коллег, которые занимаются в другими людях. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Я поддерживаю. Спасибо большое. Виктор Яковлевич, слово вам. Ваше отношение к проекту, пожалуйста. Я считаю, что это очень своевременно и неправильно, что мы задумывались об этом, потому что вообще все, что происходит с авторскими правами, крайне важно. Я, в свою очередь, как продюсер, например, могу заработать свои деньги продюсерской деятельностью, но как автор я понимаю, что иногда не совсем, как сказать, не совсем правильно и уверен, что недостаточно гуманно они собираются. И многие люди, особенно пожилые, которые действительно зависят от авторства, которые действительно создали много гениальных произведений, мне кажется, они получают, ощущают на себе, прорабатывал этот вопрос глубоко. И считаю, что, говоря о себе, многие артисты, которые поют и собираются в стадионы и должны приносить реальный доход мне, как автору, думаю, что РАО с этим не справляется в полном мире. Поэтому я считаю, что мы должны искать какие-то пути. И вот все, что связано с этим, с единым билетом, с электроном, это несет прозрачность. Все, что может внести прозрачность и в налогообложение, и в распределение денег, я все это приветствую. Потому что я считаю, что и налоги мы будем платить, и зарабатывать больше. Еще в свое время, в начале 2000-х годов, я помню, был в комиссии Франкова, когда было по авторским правам. Большой шаг, мне кажется, сделали за эти годы большой. Но сейчас все, что связано с правом, я лично не устраиваю. Поэтому я считаю, что оттуда выходить, я думаю, очень хорошее решение, что вы меня оттуда умерли, спасибо большое. Спасибо большое. Далее пресс-конференцию проложит Стас Кнамин. Слово вам. Я пытаюсь узнать ваше отношение к проекту. Пожалуйста. Да, но я так понимаю, что все, кто... Самое право, конечно. Я думаю, что все, кто здесь сидят, поддерживают проект. И я тоже поддерживаю по причинам, которые, собственно, повторяют весь мысль, которые все следующие раны сформулировали довольно понятно. Конечно, прозрачность, в общем-то, это банальное слово, которое все управляют, но это единственный способ, как, в общем-то, реализовать и, ну, немножечко остановить вот этот рынок в этой группе опыта. И туда входит и продажа билетов, и, соответственно, авторские права совершенно точно. Другой темой, как бы, и не то, чтобы я, вот, насколько пытался привыкнуть в этот проект, не ниже такого контроля и какого-то ущерления прав от кого-то нибы, но только существует действительно прозрачность всех финансовых операций, включая продаж, и вводит адрес, прав, честность, которые люди, которые математически воруют. Я понимаю, что любой человек сможет в интернете просто увидеть, что происходит. И в этом есть честность и прозрачность, поэтому не со мной что-то это. Василий, слово вам, может быть, вы против этого? Странно было бы не сходиться, если не выключить. Это вы меня бы огородили какого-то специального. Подпочтение. Что я хочу сказать, я, так сказать, работаю на Мистат, я сталкиваюсь с организаторами концертов, с представителями РАО на Мистат. Сейчас у меня прошел тур 18 городов по всей стране, и, ну, знаете, как происходило общение с представителями РАО, это вот пожилые женщины, достаточно добрые, которые достаточно конкретно в ракет-форме выдвигали свои требования касаемо песен. Ну, говорили просто, ну, вот так-то вы вынуждены, или вы должны, либо вы понесете ответственность. Я вот только что прилетел из Тура, и я намерен взять все свои произведения из РАО, из РАО, потому что это напоминает такое странное взаимоотношение. Мы работаем вместе с вами, но в каком формате, вам лучше не знать, мы будем присылать 80 тысяч рублей. Ну, или 70. Серьезная сумма, о которой мечтает каждый человек, который дает больше сотни концертов. Что касаемо этого закона, о прозрачности, о регистрации билетов на сайте, это, во-первых, удобно для исполнителей, потому что многие исполнители работают с организаторами по условиям отчисления с проданных билетов. И иногда артист, приезжающий на место, сталкивается с тем, что после выступления на полный зал, на, там, 2000 человек, оказывается, проданных билетов, ну, 100-150. В лучшем случае, либо организатор в момент расчета по гонорару говорит о том, что концерт принес полный минус, и автор, и исполнитель остается нищим. Я 100% убежден, что прозрачно здесь нужна, хотя бы для обманного контроля, для декриминализации вот этой всей ситуации. Потому что страх перед тем, что организатор зайдет и скажет «Залбом, ну, это все по пригласителям, простите меня», превращает всю нашу работу в какое-то безумие. А тем более, если это хорошо, если в Москве происходит, а если человек летит куда-нибудь в Благовечность, Владивосток, и оказывается, ни с чем, ни от незащиты, ни урнятных отношений, хочется, чтобы все было по-человечески, так скажем. Я надеюсь искренне, что у нас есть возможность хотя бы попытаться сделать по-новому. Спасибо. Спасибо. Я хочу дополнить, вот, Васил, просто вам сказал, потому что я здесь представляю театр, я считаю, что, например, парусамы, какие-то даются билеты, и все парусамы, и пара, и все это то же самое, что сделает кино, билеты, которые так и можно воспоминавливать, и в одном из них у нас в стране. Но театр, в смысле, так же, как и концерт, но и то же, но с чем я очень дополню, потому что я, кроме этого, еще и музыкальные отношения, и написал несколько песен довольно популярно. И вот, предположим, я вот, лет после старого года, писал песню «Мы желаем счастья вам», из-за которой практически не получали деньги. И это, наверное, за всю историю, за последние 40 лет, наверное, 80 тысячи получил. Так что там, конечно, играются какие-то свои игры. Когда теперь появился механизм, который может быть ромативным, полноценным, конечно же, я тоже свои права собираю из-за права. Спасибо большое. Традиционная конференция продолжит Дмитрий Лутяшев. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я как представитель билетного рынка не вижу больших сложностей в реализации соответствия данным законопроектом. Вижу для себя большие плюсы. Все билетные операторы начинают играть по определенным правилам. Спокойно клиенты наши, как были нашими клиентами, так и они остаются. В нашем взаимоплощении между билетным оператором и организатором данный закон никаким образом не выпущевляет. Клиенту данные, которые мы передаем в единый информационный центр, никаким образом не противоречат и не затрагивают личные данные клиента, купившего билет. Всего же нашего требуется передать информацию о билете. Это ряд местных стоимости лета и, соответственно, привязать его к информации к тому или иному академию на приятии. То есть, в общем, поддерживаем. Спасибо большое. Далее я приглашаю к микрофону Рыбникова Алексея Львовича, композитора. Нам интересно узнать ваше отличное отношение к проекту. Пожалуйста. Ну, у меня двоякое отношение к проекту не потому, что я его хочу не поддержать. Я думаю, что я и композитор, и руководитель театра. С точки зрения композитора, я из Рава по большим правам, это права, которые касаются крупных произведений, уже вышел несколько лет назад. И знаете почему? Вернее, вы сразу поймете, почему. Если я, скажем, в год получал, не знаю, тысячу рублей за всю музыку, которую исполняет этот условитель, в России моя музыка, вот тоже тысяча рублей, то выйдя из Рава напрямую и заключил договор, скажем, с театром Ленкома, это всем понятный пример, где идеально все честно и чисто работают, я стал получить 3000 с одного театра. То есть, понимаете, это происходит что-то совершенно непонятное, и то, что невозможно это проверить, то, что это абсолютно непрозрачно. Вот, и когда я заключил договор со всеми театрами напрямую, ну, все совершенно стало по-другому выглядеть, так сказать, и стало все естественно. Это как автор, а как руководитель театра, причем театра, которые катали по стране не эстрадной, вы помните, программа, катали по моим же произведения «Единого народа», «Свезды с Меркальдином Уридом», «Красного шообщения» и так далее. Я сталкиваюсь вот с чем. В последнее время я стал просить фотографировать зал из-за пулиц, потому что вот то, о чем говорил господин Баста здесь, это 100%. Полный провал, минус там продано ползала, он фотографируется полный зал. Он приглашал бы. Это просто формула, которая работает, причем говорит, все плохо, все плохо. «Давай заключим договор еще на 20 спектаклей». Я говорю, «Есть ли тут продается ползала? Зачем тебе еще 20 спектаклей?» И вот это постоянно отталкиваешься на какое-то болото, которое абсолютно не контролируемо. И, конечно, если будет вот такой захрон принят, если будет такая система, то, я думаю, авторы и руководители коллективов просто воспрянут пухом, и, я думаю, финансово тоже воспрянут. Потому что это будет громадная разница. Спасибо за то, что вообще это делается. Спасибо большое. Далее мы передаем перекап микрофон президенту компании. Директору концертного агентства «Атак концерта» Артему Горному. Нам интересно, как законопроект о концертном СРО соотносится с новым законопроектом. Пожалуйста. А я начну немножко с другого. Потому что всегда, когда вносится знак про коллектив, отстающийся в нашей деятельности, в основном, как это все говорят, о злоупотреблении, в речи о чем-то, я все-таки вступился позаорганизаторов. Потому что за годы современной, скажем так, России, этот действительно очень вырос. вбирает огромное количество отослей и высокотехнологичных, и разработки софтов, дает работу огромному количеству специалистов, самых разных. Это и производство вагон, это не только. Это огромная, огромная отрасль, действительно, в которой задействовало много людей. И, конечно, организаторы мероприятий, в некотором смысле, это та точка, на которую сходятся интересы и редких операторов, и авторов, и исполнителей. И поэтому, наверное, действительно, сейчас индустрия доросла до такого уровня, когда на нее, действительно, стало достойно того, чтобы на нее можно было обратить внимание и как-то попробовать привести к знаменателю какие-то правила, как раз учета, контроля игры. Что хорошо в этом законопроекте, в котором я с коллегами, я не могу отвечать за все, конечно, без слов, организационную индустрию. И представляю, ну, и небольшую организатору, компанию промоктерскую, и билетного оператора регионального. Этот закон не репрессивный, он хорошо координируется даже с предложениями по поводу срока на предмет, здесь, наверное, если подробно, буду потом статья усмотреть, на предмет идентификации при проходении регистрации в системе, то есть предмет идентификации организаторов. Этот закон никоим образом не ограничивает предпринимательскую инициативу, то есть каждый гражданин российской операции имеет право, там арендовые залы и так далее. Здесь хорошо будут работать и репутационные опыт, скажем, например, с ассоциацией профессиональных, например, и так далее. То есть в целом, мне кажется, это интересная идея, которая ведет прозрачность, необходимую для того, чтобы все участники вот индустрии развлечений, вот огромные шапки, получали свое заслуженное, адекватное, пропорциональное вознаграждение. Пропорциональное риск, пропорциональное заслово, ну и пропорциональный успех. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Джокер, слово вам, пожалуйста. Друзья, наверное, при обсуждении такого серьезного, здравствуйте, во-первых, при обсуждении такого серьезного вопроса, наверное, проще представиться, мне правильнее представиться, как Александр Брюсовский. Я все-таки являюсь еще и автором, коре гастролирующего артиста. Я, естественно, за этот закон, я его поддерживаю целиком и полностью, я согласен с тем, что сказали мои старшие коллеги. Я объясню, я уже изъял все свои права из обсуждения организации. Дело в том, что гастролируя, исполняя свое собственное произведение, я приблизительно могу составить отчет о тех необходимых количествах финансов. Понятно. Темные веки моменты... Говори гморь. 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 Это темные веки. В общем, я прекрасно понимаю, что деньги, вернее, количество сегментов системы, может быть, делают ее несовершенненностью, непрозрачною. Кроме того, мне хотелось бы обратиться к вам, может быть, просто из ваших слов. Я понимаю, что это только начало этого законопроекта. Хотелось бы узнать, или, может быть, навестироваться на мусор, каким образом это будет обслеживаться. Может быть, данный электронный билет, единый электронный билет будет связан с так называемой репортичкой поданной до концерта или поданной до спектакля с музыкальными произведениями и авторами. Это еще больше, а будет, чем наверняка, прозрачность данной системы. А так целиком и полностью я, безусловно, его поддерживаю на 100%. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы к нашим участникам, пожалуйста, прошу вас взять микрофон, представляйтесь, называйте вашим словом. Евгений Сахронов, агентство управления. У меня вопрос находит. Дело просто, самое главное в этом законе, и вот товарищи, которые сейчас вместе с нами работали над законом по саморегулированию, по ПТО, самое главное поделить сферу действия закона. В связи с этим возникает вопрос. Уже сейчас по нынешней формулировке в закон попадают, например, такие вещи, как парки, дельфинарии, дискотеки и так далее. С другой стороны, есть спортивные соревнования, которые, может быть, проходят в соответствии с исключением указанных в законе, то есть официально, а может быть и не проходят. То есть огромное количество разночтений, которые накопилось за то время, пока существует зрелищная индустрия в нашей стране, а реально она существует именно в советское время и пользуется советскими определениями, которые сейчас мало применимы. В связи с этим возникает вопрос, будет ли каким-то образом разделяться сферы, потому что находятся на стыке нескольких ведомств, получается противоречие. Здесь и Госфомспорт, но в основном, конечно, Министерство культуры, в первую очередь. Будет ли это как-то проводиться некая экспертиза, потому что должно ли мероприятие попадать в систему или нет. Потому что вот тот же господин Утяшев подтвердит, что у него далеко не все мероприятия являются зрелищно-развлекательными и вообще зрелищными. То есть в соответствии с тем, что указано в законе, зрелищное мероприятие может быть названо, например, сегодняшнее мероприятие. Правда, на него не продаются билеты, но тем не менее, такое иногда бывает. Продается. Продается, да? Отлично. Соответственно, вот как будет решаться эта проблема на стыке ведомства, чтобы не было каких-то противоречий и уточнений, выяснений и так далее? Или, может быть, будет совершенствоваться определение, которое указано в законе? Спасибо. Несомненно, конечно, закон только внесен, и наверняка в него будут носиться изменения, поэтому любая инициатива она приветствуется. Что касается регулирования, конечно, благотворительные мероприятия, ни в коем случае не должны входить в действие этого закона, не должны входить в спортивные мероприятия, регулироваться должно правительством, ну и в первую очередь на Министерство культуры. Поэтому я вас приглашаю к активному участию второго законопроекта и всем, кто будет участвовать в необходимые изменения, которые вы можете выценивать. Спасибо. Вопрос, точнее, ответ. А теперь второй вопрос, связанный с благотворительными мероприятиями. Ну, есть ли сейчас препятствия для того, чтобы любое мероприятие назвать благотворительным? В общем, сейчас нет. То есть любой концерт может быть назван благотворительным, и никто не помешает им сайтах на афиша. Как вот в этом случае поступать? Как же необходимо просто смотреть в будущем мероприятии? Поскольку, что есть мероприятия, которые бесплатные проводятся, институты должны регулироваться. Если мероприятие плата, необходимо его рассматривать, все деньги проявляются, конечно, они должны учитываться. Ну, а есть мероприятия, например, спонсорская. То есть бесплатный вход, но организатор получает достаточно приличное финансирование от спонсоров. Как в этом случае не попадается. Спасибо. Попадается. Получается, билеты есть? То есть билеты есть, но не бесплатные. Если происходит, если происходит аренда помещения, оплата гонорара партийстов, аренда освещения, это уже и коммерческая деятельность, попадающая под определенные... Вот здесь нюансы, потому что тогда все корпоративы попадут. В частности, свадьбы, день рождения, и билеты, и члены. Это серьезно. Все, а где я понятен? Я думаю, что на свадьбу корпоративы попадут, но мы говорим сейчас именно о технических, игре, где о широком доступе подойдутся. Я считаю, что этим, конечно, нужно заняться профессионалом и глубоко проработать. Каждое возможно. Я говорю, всех вопросов предугадать невозможно, но все ответы надо предугадать. У меня, например, я написал гимн Спартаку в Горьбоку. Его нельзя было политчикам навязать, его нельзя было выдать, и чтобы пели. Они его приняли, выучили, и теперь, каждый игрой, они его поют. Это уже, дай Бог, будет на десятилетие. Вот вопрос. Полный стадион народа, обычно, заполняемость высокая. Мне интересно посмотреть, как это будет происходить в деньгах. Я еще не проверял, но, кажется, там играет. Потому что, если считать полные стадионы и эту маленькую ноль, вот этот гимн, который играет, то, в принципе, среди вас есть состоятельный парень. Я еще на себе не ощутил. Но это интересно, проверить. Это тоже вопрос. Это можно я добавлю? Друзья, я... Что происходит, наверное, буду говорить в эту сторону. Кто врет, сразу здесь выключается. Я не умею держать микрофон. Я наоборот вас поддерживаю. Я отвечаю на ваши вопросы по поводу благотворительных мероприятий. Я предлагаю каждому мероприятию присваивать определенный ID, который не мешает использовать вот Виктор. Футбольный матч автором гимна является свой. То есть к этому ID присвоена определенная так называемая рапортичка. Благотворительному мероприятию также можно присвоить ID, которому также присвоена рапортичка с авторами, которые в силу получения спонсорских денег могут также рассчитывать на авторский гонорар. Я просто больше как автор, наверное, вспомните. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопроса. Я по благотворительности чуть-чуть пройдусь. Я, честно говоря, юридически достаточно тонкие моменты. Я могу только как обыватель рассуждать их, но сразу разного рода благотворительность. Есть благотворительность в результате которой организатор организует благотворительный концерт, продает билеты, собирает вал, рассчитывается со всеми участниками, подрядчиками и так далее и актрами со всеми. Абсолютно. Но свою выручку, свою прибыль он направляет на благотворительные цены. Это один тип благотворительности. Другой тип предприятий продает билеты и всем не платят и говорит на благотворительность. Это другой тип вероприятий. Но есть еще третий. Поэтому на самом деле вариантов много. Надо просто понять, в какой момент, какой процент отвала допустим билетов должен быть перечислен именно на благотворительные цены в полном догаде, чтобы мероприятие считалось благотворительным. По-моему, такие определения есть, законодательные, насколько я понимаю. Нет? Ну вот, я думаю, это более поработает. Спасибо. Я просто когда-бнесу большую ясность, у нас шла работа по законному саморегулированию, мы запрашивали данные. Порядка трехсот организаций у нас в стране являются благотворительными по названию. Из них отчитывается около ста. Поэтому здесь вопрос не в том, кого считать благотворителем, а кого нет. Я думаю, здесь мы это не решим. Здесь вопрос в том, кто это решает конкретно. Если это будет решать правительство в свое время, вопросов не будет. Но правительство не хочет заниматься абсолютно. Мы вряд ли сможем Не разрешите для системы уведомить. Да, конечно. Просто там получается, что запрещается продавать билеты без систем. Так, ведь? То есть, если в системе нет человека, то он там, в смысле, организации, чаще всего сейчас это АИП, то если его там нет, то он не может продавать билеты. Соответственно, он не может ему мероприеть. Да, но ему и его тоже надо. Ему нужно доказать, что он благотворитель, но доказывать кому-то некому. Поэтому он просто может сказать «Я благотворитель, я там не должен быть». Поэтому... Дело в том, что уведомительность. Она как раз предполагает, что он уведомил, сделал, продает, но он уже соответствует... А потом уже РУФД должна выключаться. Ну да. На самом деле, на самом деле, ничего страшного в коммерческой составляющей благотворительных концертов нету и прозрачность особенно важна в благотворительных концертах. И то, что покупаются билеты, оплачиваются, происходят нормальные отношения в этом участке, что они просто во многом происходит спекуляция на благотворительности, говорится «Это благотворительность». И люди как-то вот так виноваты отходят в сторону и говорят «Ну, хорошо, услышься». До кого доходят деньги, куда они поступают, конкретно каким людям. Это можно отслеживать именно конкретно вот такими рычагами и ничего в этом страшного нет. То есть мы будем видеть, куда купили билет, куда продали, кому заплатили, кому отдали, сколько перечислили. Мне кажется, это будет наоборот хорошо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы вынуждены отпустить Виктора Яковлевича. Аплодисменты. Спасибо, что приняли участие с дирекцией. Спасибо. Владимир, конечно, можно подобрать. Пожалуйста. Спасибо. Мы продолжаем нашу пресс-конференцию. Пожалуйста, ваш вопрос. Прошу вас. Спасибо. Сергей Бабич, конференция музыкальной индустрии, «Коллизиум». За многие годы конференции мы слышали от игроков музыкального рынка множество разных мнений. И, конечно же, всегда речь назначена сводилась к тому, насколько прозрачной должна и может быть система мониторинга и распределения ресурсов. У меня вопрос к авторам идей. И, как следствие, вопрос представителей артистов. Это будет связано с артистами. Насколько открытым будет доступ к данным системы, как, например, может быть в киноиндустрии, когда любой желающий в любой день заходит на соответствующие ресурсы и узнает, как хорошо продаются билеты на любой из фильмов. Или же эти данные будут доступны только ограниченному числу специалистов индустрии профессионалом-экспертом. Это первый вопрос. Доставляется часть системы закрытой для всех, абсолютно часть системы, когда касается индивидуальных доходов, какого предприятия, должна быть частично закрытой, а то и только так, и еще вот нет, То есть, например, организатор в каком-то городе не сможет произвольно узнать о продажах, количестве продаж билетов на определенного артиста. Это как раз может. В смысле? Сможет. Он же указывает свое, что он не знает для любого потребителя информации. Часть закрытой, потому что есть еще защита недрагословений и так далее. И, соответственно, как следствие, я понял совершенно точный вопрос представителя артиста господина Бастера. Мне очень понравилась эта формулировка господина и господина Бастера. Как Вы считаете, ведь такая прозрачность может сказаться как раз на тех артистов, которые, скажем так, завышают собственно посещаемость, которые наоборот говорят, что в зале у нас полный зал, но никто не знает, что там по приказительному. Соответственно, история с завышанными международными артистов будет пересмотрена. Немного непонятно, как где существуют такие организаторы, которые завышают гонорары, зная, что артист завышает посещание из концертов. Или Вы говорите они наоборот не знают. А, то есть это приходит директор артиста говорит у нас полный зал. Можно я? Можно я? Можно я скажу. Я понимаю, о чем Вы говорите. Это круто. Потому что я с ним работаю, могу предоставить Вам количество билетов, где они продавались, в какое время не были проданы, конкретное количество пригласительных. Вот сейчас у меня 18-21 два кремлян будут. Я могу предоставить конкретное указанное количество продаж. Я наоборот сторонник того, чтобы все было открыто. Если человек собирает 100 человек, он честно получит свою сумму за работу, организатор получит свои деньги. вот и все. Мы много говорим о том, что все понятно. Ты работаешь, ты зарабатываешь. Взаимодействие с самого это не работает. Ты пишешь, пишешь, это играет, это исполняется. и смешную сумму у меня это карточек специально снимает деньги. Присылает кучу бумаг, подписываем, пересматриваем, просматриваем, анализируем. Ну, за три года последнее получилось за три года 127 тысяч рублей. Я говорю, ну, сам платить 127 тысяч рублей, чтобы они не приходили на концерты, не изводили, не разрывали просто все. Все непонятно. Собвал, заработал. Если ты обманщик, тогда бойся этой системой. Если ты афилист, если ты мошенник, бойся этой системой. Если хочешь играть странные игры, бойся этой системой. Вот, касаемо концертов в Кремле, люди создали сайт именно под концерт в Кремле и продавали билеты на новый концерт. Не знаю, как это будет. Вообще, так я скажу, что система как таковая, вот, вернее, законно про лет, при создании такой билетной системы, вообще-то не исключает принцип бизнес-отношений. Это надо, ну, как бы бизнеса никто не отменял. Надо, чтобы организатор знал, что кого-то артистов приглашает, зачем он приглашает, популярен в этом регионе, не популярен в этом регионе, сколько он может собрать, по какой цене билета, сколько предложить гонорар, и так далее, и так далее. Вот, это весь класс, который называется негативация, договор, общение. Эти профессионалы отличаются от непрофессионала. артисту или согласиться заплатить втрое за вышенные гонорары, а профессионал нет. Ну, это бизнес, ну, как у нас рыночная экономика, я так напоминаю, и вроде бы тут никто не вводит с помощью этой системы какую-то общую ребенку расчет гонораров или еще чего-то. Нет, бизнес есть бизнес, он остается, и договариваться все будут между собой как и договаривались. Здесь как раз возникает точка учета интереса всех участников. Вот, будь то автор, можно оспаривать ставку 5% можно оспаривать там сколько-то процентов билетов операторов, можно оспаривать банковский эквариум в процентах. Да, это все общество даст ответ со временем, да, также правительство нашей страны. но в целом все равно в ситуации когда индустрию можно как бы увидеть понятие слегка посчитать то логично и легко совершенно без конфликтов судов и претензий и обид распределить вот эту самую прибыль пропорционально засунуть вкладу каждого в общий процесс в общий дел потому что в итоге мы говорим сейчас о лайф-индустрии о живой индустрии о концертной индустрии ну концертно-зремящей где-то театр и театр и спектакли и так далее каждый в нем вклад каждый в виде посчитал вот здесь единственный может быть момент я иногда смотрю на кино в поиске там или прошел собрал смотрю а сейчас мало собрал а и не пойду на дела вот это и есть такой момент но наверное это вопрос прорабатывания там какие-то показывают это потому что в русске они же тот же артист и в последствии это возможно очень много в общем нет для одного человека присутствующего кто другого мнения конечно а то что вы задаете какие-то вопросы по деталям вот здесь вот в принципе мне кажется однозначно понятно вообще мир идет прозрачно с теми шли офшоры как вы знаете уходят какие-то раз стали более прозрачные да поэтому постепенно движутся мои времена когда я еще занимался концертодействием вот мы предположим работали три стадиона в день понимаете три стадиона в день это стадион летом а это просто спорт интересный по одному году мы пережили в другой город опять три стадиона и вот так 25 дней в месяц работали по три стадиона в день это столько сил удастся пород сердце я почему говорю что организатор концертов с билетами поступали так там было билетное хозяйство были такие крышки и там в каждом городе ну давайте как бы отчет происходил да значит комиссия и комиссия подсчитывала все сжигали комиссию покупали и делали они там один день сам приятный а две трети и все тормалось они все были бультины держат ну получали 5 рублей 50 копеек с концертов каждый то есть со стадиона каждого человека вот я говорю такая невозначена 5 рублей в 1 копеек и вот я ставлю концерт результат ничего с нового понимаешь по 3 концерта в 1 день ну 200 рублей и а вот там команда которая будет администратор приходит это делать там я помню ну какая была не прозрачная но постепенно вот на сегодняшний день прозрачная такая которая сейчас существует на Запад той же Америке шоу-бизнес более-менее развита и там прозрачная вот такая ты можешь посмотреть кто как сколько зарабатывает кто сколько платит налогов кто сколько собирает концерты на концерт все любой человек может открыться на них секрет и сведения сразу понятно что например банджои которого никто не любит оказывается сейчас номер один концертный член в Америке да а что это старый уже мальчик кому а кто-то кто-то а кто-то знал и где-то стал неправильно всем еще просто добавить я могу быстро прокомментирую по артистам которые собирают и не собирают на самом деле на рынке не так много таких серьезных опыта делать такие большие гастроли мы все друг друга знают между собой люди имеют связь организация с которым мы работаем молодой парень из Кабаровска он еще сделал 18 концертов он имеет представление в артистах которые собирают и которые не собирают вот он допустим делает мой концерт в одном роде специально в этот день а в другом помещении в этот день то есть это как вы говорили это профессионализм эта информация доступна всем и понятно если она будет указана в формате не дискредитации а просто информационного освещения что бюро поднастольный бюро поднастольный это как ютуб это как я буду доказывать не я просто хочу с другой тем сказать что я столкнулся я был когда с Васей достроит на его с командой дозвольтером он сказал что если раньше у меня был цепь все сделано я вижу только один реальный серьезный продвиженский сотруд дозвольтер команда работает потрясающе действительно умные продвинутые все знают что происходит и вообще им надо учиться сегодня я не ожидал что у нас в стране есть такой уровень интеллекта в этом направлении тебе как я все скажу спасибо что ты сказал спасибо большое коллеги пожалуйста еще вопросы прошу вас дайте спасибо 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 писатель комитета трудно-ресурсов продуктов и технологии, и с вводом жизни, и в принципе, надеемся, на работе музыкального. Ответ. Ну, во-первых, у меня есть писатель, поэт, и некоторые его стихотворения, или его основные песни, которые сегодня, я говорю, достаточно популярно исполняются известными артистами. Соответственно, тоже понимаю с детства, что такое доход для автора. Второе, мне кажется, данный законопроект просто созрел силой. Созрел именно с точки зрения технологий, в первую очередь, с точки зрения просто гражданской позиции людей, с точки зрения укрепления государства, ну и желания все-таки жить честно, с правильным государством. Естественно, я общался с специалистами из данной отрасли, и общался с юристами, и в данном случае использовались все самые совершенные, современные наработки. Несомненно, учить 100% невозможно, но как депутат государственного труда, у меня еще и опыт работы больше четверых лет. Могу сказать, что при определенном усердии всех участников процесса, этот законопроект может в течение года быть принят, и быть очень совершенным и полезным для страны. Спасибо большое. Альдин, да? Василий, все-таки вот какие, да, про деньги, очень хорошо было сказано, прям вот на конкретных примерах, с карточками, спасибо за такие подробности, но вот какие преимущества в законопроекте именно для артиста, вы видите, помимо вот каких-то финансовых прозрачных, есть какие-то еще? Мне кажется, это основный день. Ведь на самом деле и в этом ничего страшного нет, потому что вот здесь присутствующие авторы своих произведений, ну, живые люди, да, и когда человек что-то создает, он создает, естественно, это повеление сердца, но хочет как бы понимать степень вознаграждения, и финансовое, да, потому что мы живые люди, мы кушаем, одеваемся, живем, вот, и мне кажется, что вот учет финансового вопроса в этом привлечет в эту отрасль очень большое количество талантливых молодых людей, которые в это не верят просто. Вот я вам, я бы, если не могу сказать, что я представляю творческое объединение «Готхолды», у нас, ну, там, 20, так сказать, арт-коллективов, да, которые занимаются совершенно разной деятельностью, люди в это не верят, да. Люди, ну, они делают, потому что они не могут этого не делать. Я уверен, что если бы каждый из них понимал, что получает честные деньги за то, что честно делает, мы бы имели уровень рынка, ну, если не сравнимый с западным, то поставь, потому что у нас территория, количество концертов проводимых здесь очень вошенна. Очень, очень хочется, так сказать, вывести этот рынок из тени, да, из вот этих секретных, так сказать, подсчетов, расчетов и тому подобное. Спасибо. Я бы так бы очень, что помимо артистов, в этот образ будет вывлечено и достаточно большое количество профессиональных инвесторов, что тоже очень важно, что разведется. В среднем именно один слой, мы должны реально вывести количество доходов после вывести для всех участников этого сессии. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, телекомпанира «НТВ», я зовут Надежда Лешкина. Вот здесь сегодня собрали сторонники этого законопроекта. Как вы думаете, кто может стать противником? И сразу же второй вопрос, можно ли считать этот законопроект самостоятельной альтернативой законопроекту ОСРОО, который был в последнем штыки? Нет, законопроект не является альтернативой, это является самостоятельным законопроектом, который может пополнить друг другу или еще как-то, да. Кто может являться противником? Ну, мне кажется, здорово, если чьи люди не должны стать противником. Идея создания позначенного, позначенных понятных условий. Ну, кому может быть невыгодна честная прозрачная система? Ну, наверное, людям, которые используют этот рынок в таких некорректных, так сказать, интересах, что логично. То есть, пока никто не высказывался против? Я просто до конца непонятно, а чего против, ну, что там против? Ну, вы против, что в системе, ну, просто, вот, РЖД, вы покупаете билет? Вот, ну, можно выступить, сказать, я не хочу, чтобы все билеты были, я хочу покупать через тысячу фирм, пусть продают разного цвета, разного... Ну, да, бывают случаи, что на одно место, там, продано 10 лет. Ну, бывает, ну, что 7 дней будем ехать, вот, так, на одном месте, в Семерон, да. Ну, такие простые вещи, мне кажется, что они необходимы. Я повторюсь, это как YouTube, iTunes, когда все понятно, все конкретно, что, кем делается, кто смотрит, что пишет, как это все производится. Спасибо. Пожалуйста, Ваши вопросы. Да, Елизавета, а я с интермедиа, у меня вопрос, кстати, на утяжку, даже в плане сантиметра. Вот, во-первых, какие данные необходимы компании или кому-то для того, чтобы попасть в систему, и, во-вторых, касательно электронных билетов, в законопроекте, как я понимаю, описан бумажный билет, хотя он, ну, в основном, в соцсетях используется уже и тиклами, и его произведения нет, и как быть с нынешними существующими блоками АНДС, электронный билет, да, в основном, в основном, вы думали, 5 номеров. Спасибо большое за вопрос. Значит, те данные, которые необходимы для системы. Первое, первое, на первое, организатор регистрируется в единый информационный системе, он получает ID мероприятия, идентификатор, мероприятие, которое привезло к сеансу. Билетная компания, где кто продает билеты, передает все, что нам все информацию, план билета, в сектор, порядок, мест. В идеале наше предложение было добавить в эту историю 4 кода, уникальность кода, который наносится на каждый билет. Что касается электронного билета, мы также выступили с предложением, чтобы внести изменения и упрости понятие билета. То есть билет является фактором, а комом, какой он будет, будь то электронный билет, или через полгода, или через пять лет на приемки смс-билета. То есть внести изменения в определение самого билета. Билет – тот документ, который дает рамо посещение мероприятия. – Спасибо. – Спасибо. – Вы хотели добавить? – А я просто хотел бы добавить по поводу противников, возможно. На самом деле цели законопроекта вполне прописаны, четко прозрачно, подражать против них нелепо и невозможно. А единственный момент, который меня, например, привожил, это как бы любое излишки регулирования на рынке, на свободном рынке, оно привлечет к ограничениям участников, соответственно, к уменьшению предпринимательской инициативы, оборотов на рынке и так далее, и так далее. К вот схлопыванию рынка, что не выгодно ни артистам, ни авторам, ни билетным операторам. Вот этот законопроект, он не создаёт, ну если это грамотно будет реализовано, если будет современным образом в соответствии с технологиями 21 века, я выпускник Марию с радостью держу вот эти вот телефоны, аналог которых 25-30 лет назад занимал данное здание. Вот сейчас действительно технологии развиваются, и билет может быть не только бумажным и так далее. И вот этот законопроект, он вроде как законопроект, я надеюсь, он будет реализован хорошо, он не принесёт ограничений на эту отрасль, потому что отрасль должна жить, решать развиваться, принося адекватные вознаграждения всем участникам. Вроде в законопроекте это продумано, да, он не создаёт вот этих прикорных преград. – Спасибо. Ваши вопросы? – Здравствуйте. Меня зовут Олег Семалов. Я член рабочей группы по разработке законопроекта АСРО. У нас сначала был билетный блок в законе, потом мы его убрали. Убрали мы его в последующем обстоянии. Во-первых, если глубоко изучили такой билет, это документ финансов. И с одной стороны, конечно, документ, дающий право посещения на предприятие, с другой стороны, это разновидность квитанции, которая используется в деньжи на расчётах с населением и хождение которой устанавливает Министерство финансов. Соответственно, есть инструкция Министерства финансов, которая определяет, кто имеет право, какие билеты он применит. И в соответствии с этой инструкцией билет – это неправедлежно зрелищным мероприятиям. Например, там индивидуальные предприниматели вправе применять билеты, хотя применяют. Вроде как это не надо. Это организации, соответственно, в работающей сфере культуры и искусства. Перечня ограничена. Это организации, соответственно, организации спортивных каких-то мероприятий, и, соответственно, там транспортные компании, ДЖТ, АМАВИ и так далее. Соответственно, билеты применяют, в том числе и организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе еще рефаркт атакционов. Это ценно-агританция, хождение Министерства определяет, пусть он ее определяет. Закон выше, чем инструкция Министерства. Я понимаю. Но есть еще закон о Минфине, у которого тоже есть определенные права. Нет, просто это все надо каким-то образом потрясти, а каким-то образом это потрясается, я в том проекте, которое я прочитал, никак не увидел. Может быть, если там были какие-то дополнения, изменения в законы, там другие, было бы понятно. Но ни в коем случае я не являюсь противником этого законопроекта. Это неправильно говорить, потому что против прозрачности никто не может говорить. Это неправильно. Оружие организаторы сталкиваются с неприятным явлением, как подделка билетов. Билеты подделывают, продают, какие-то спекулянты, реально ничего не может сделать, полиция разводит руками. Поэтому с этой точки зрения, конечно, ну, так скажем, каким-то образом билеты защитить, чтобы, так сказать, они их можно было идентифицировать, так сказать, с тем человеком, который его купил, вот, это, так сказать, ну, правильно. Это не поддерживает невозможно, потому что здесь у нас этого будет. Вот, ну, вопрос, так скажем, у меня вот какой-то, ну, у меня два вопроса, первая по поводу, так сказать, ценной беденции, да, и согласования с Минфином, это один вопрос, такой вопрос. Это, какие будут организаторы ввести дополнительные расходы в связи с этим? Будут ли они ввести? Потому что, если это речь идет просто от установки фискального блока в систему билетного оператора, то, в общем-то, ну, а ну-то тут вообще-то ничего. Ну, есть в остальном. Решите мне ответить на Ваши вопросы? Конечно. Значит, первое. К законопроекту есть приложение. В приложении чего-то указано норматива, которые подлежат после принятия законной изменения? Я читал, но нет. Есть. Есть про налоговую область, но не совсем понятно как. Налоговая область связана с льготой по ВДС. Да. Но билеты, они же не только имеют отношение... Двадцатая глава Алексея Вениаминовича. Я его на низу и знаю. Двадцатая глава. ...билет на бланки строгой отчетности. Однажды было предложение, соответственно, приравнять к билету документ, позволяющий пройти на мероприятия. Это значительно упростит и увеличит... На этом же бланке строгой отчетности билеты по аттракционам. Билеты, так сказать, в зоопарк и лошадный парк они тоже будут пропустить. Данный законопроект разве предусматривает выгрузку информации по данным, по аттракционам паркам? Нет. Если этот законопроект предусматривает просто выгрузку информации о билетах на НИП операторами, то о чем мы вообще обсуждаем? Именно этот закон предусматривает выгрузку информации о проданных билетах, о состоящихся мероприятиях, о статусе мероприятия. Состоялась, не состоялась, либо отмена мероприятия, а также всю билетную информацию, всю информацию о проданных билетах. ОМОН, выгрузка. Единый информационный центр. Там четко прописано. Организаторы будут нести какие-то расходы дополнительные? Организаторы будут нести расходы по регистрации? Я тогда дам слово. Нет, мы с тобой считаем, что это операторов меньше, чем организаторов. Организаторов вывести их отсюда. Закон в основном для билетных операторов и клинических. Билетные операторы производят выпуск той или иной билетной информации, которая требуется. Один нюанс. Самое сложное, когда есть много организаторов и различные системы, застыковать, связать мероприятия между собой. Соответственно, в этом законе предусмотрено, что организатор регистрируется в системе и в заводе мероприятия. Как только появилось мероприятие в системе, у него появилась IT. Вы приходите к организатору, отдаете той или иной билетной кампании, это IT. Мы с единой информационной системой связываемся через API и выгружаем информацию. Все, по-протому билету. То есть ничего страшного здесь нет. И, кстати, организатор, я не совсем понимаю, какой смысл у билетных операторов в Москве полтора десятка. А в стране? Ну, а что? Сколько их в стране? А если мы сейчас спросим, у Сергея Бальчика, какое количество билетных операторов у него на количестве присутствует? Их будет сотни? Ну, в любом случае, больше, чем организаторы. Много этих операторов меньше, чем организаторов. Конечно, меньше. Конечно, меньше. Но дело в том, что организаторы сейчас с современными технологиями имеют возможность продавать билеты самостоятельно, без привлечения билетных операторов. Мы много этих пользуемся. Много. Много. Много, много, много. Те, кто пользуются, они сами соответствуют. То есть, кто у тебя не прав, не фикс, а не регистрируются. Мало взял и мало взял. Алексей, мы не свяжем между собой мероприятия. Самое страшное связать мероприятия из разных систем в одну. Это самое сложное. Это сложное, что из рыва и так далее. У одного билет в системе будет назван с большой рукой, а второй с малой. Но мы знаем компанию, которая просто не может завести входные билеты и ставить входной билет с разницей в одну минуту, время начала мероприятия. Мы с вами знаем эту компанию. Ну, снова я буду. У нас есть такой нюанс. Если есть IT-мероприятие в системе Единый, и это IT вы передаете как организатор мероприятий билетным компаниям, что с сложного связать? Сложного пока ничего. Просто пока непонятно. Как это будет осуществляться? Сколько это будет стоить? Понимаете? Потому что, на мой взгляд, есть билетные операторы, но агентство, в котором я работаю, довольно полное. Кто знает? Мы передаем информацию билетным операторам. Билетные операторы обязаны, соответственно, отчитываться перед государственными органами. И информацию, наверное, не вправе препятствий. То, что будет передаваться информация налогового органа, судебная станция, еще там, системы какой-то автоматизированного предумфения. Никто не возражает. Передавать судьбу. То, что они должны одинаково называться, это другой вопрос. Понимаете? Просто я не совсем понимаю организаторы, это вот причем нас. Я стою, слушаю, где 15 лет работали, дети вас перебивают. И вот я уже много раз слышал. Организаторы воры, 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 выручку не сдают. Значит, это самое право не платит и так далее. Понимаете, это тоже неприятно. Когда вот я стою, 10-15 лет работаю, я порядочный человек. У вас, я сказал же, вы на себя, вы слишком импульсивно реагируете. Просто вопрос. А вы знакомы с ситуациями, когда организатор нечистоплотно относился, вступал в отношения с артистом? Я не знаю ситуации, когда артист нечистоплотный. Естественно. Естественно. То есть мы можем перевести все вот эти отношения, когда вы так эмоционально реагируете, просто в сферу проверки, вот на сайте, на котором будет зарегистрировано количество билетов, которые проданы, гонорар, которые отправлены в виде авторских отчислений. Если артист работает на процесс проданных билетов, он честно может получить свои деньги и выйти в полный зал, а получить гонорар за 10% от проданных билетов. Вы же знаете, как это все работает? Я знаю. Я же говорю о другом. Билетных операторов немного. Ну сделайте закупки билетных операторов, что они обязаны очистить. А организаторы? А организаторы? Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Бочкарева, корреспондент агентства РНС Рамплер. У меня вопрос к Вам по поводу Вашего заявления о рахистно-наторском обществе. Скажите, вы действительно решили изъять свои права из библиотеки? Конечно. А какой смысл? А когда Вы планируете это сделать? Сейчас прилетел утром с концерта, с тура и сейчас займусь этим. Окей. Хорошо. Спасибо. Мы как-то болезненно реагируем на это. Уважаемые коллеги, большое спасибо, что пришли сегодня в пресс-энтертас и приняли участие в пресс-конференции. Уважаемые гости, спасибо, что остались до конца пресс-конференции. Очень интересно было. Да. Спасибо.